Наши атомные энергоблоки не проектировались для работы в военное время. Да, действительно, есть достаточно надежная оболочка. Опять же, она проектировалась для мирного времени, но никак не для военных действий. Под дулами автоматов и пистолетов, и бронетехники, танков, и всего, что там находится, достаточно эксплуатирующему персоналу, психологически достаточно трудно работать. Григорий, вам случалось по долгу служба бывать на Запорожской АЭС? Да, случалось, конечно. Вообще, вы можете объяснить, вот этот корпус, в котором случился пожар, вот это хранилище ядерных отходов, про которое сейчас говорят, и собственные энергоблоки, они все находятся на каком расстоянии друг от друга? И если случился пожар в учебно-тренировочном корпусе, как далеко оттуда хранилище ядерных отходов? Учебно-тренировочный центр на самом-то деле уникальный, там топлива нету, блоки, ну, я думаю, что можно открыть любую фотографию, это шесть блоков УВР, которые там стоят достаточно недалеко друг от друга. Действительно существует на Запорожской АЭС свое пристанционное хранилище отработанного ядерного топлива. Это тоже бетонные достаточно крепкие бочки, но, опять же, игры на объекте и с объектом такой техногенной повышенной опасности, ну, опять же, оно просто не укладывается в голове. Это действительно первый раз в истории, когда и держат персонал на Чернобыльской АЭС и не дают смениться. И, опять же, и на Запорожской, ну, только смена у них не по 12, а по 8 часов, вот тоже я могу единственное поправить. А на Чернобыльской АЭС до сих пор не дают поменяться персоналу в течение всех этих дней, больше недель уже? Да, по моей информации, пока не дают сменить персонал. И это тоже очень неправильно, потому что люди выполняют достаточно сложные ядерно опасные работы. Это обслуживание, это и контроль, и радиационные замеры. И, опять же, атомная электростанция – это достаточно сложный, я бы даже сказал, живой организм.